Сегодня мы с вами... Так, ладно, секунду. Всё, так, это я поставил, это я сделал. Окей. Итак, всем ещё раз привет. Спасибо, что присоединились. Сегодня мы поговорим о том, как визуализировать свои данные на карте. Всем привет, кто слушает сейчас и кто потом посмотрит в записи. Меня зовут Алексей Ницца, я обычно веду вебинары и, если кто не знает, теплицей и социальных технологий, кстати. А что звук? Я думаю, что, наверное, меня слышат все, если я говорю или есть какие-то проблемы. Это, к сожалению, может быть только с интернетом, поэтому он не от меня зависит. Окей. И есть кто-то из вас, кто не знает теплицей и социальных технологий? В двух словах я просто скажу о том, что это, собственно, такой образовательный проект, в котором мы рассказываем о том, как использовать интернет и делать вашу работу более эффективным. И наш проект нацелен больше на некоммерческие организации и на какие-то гражданские инициативы, то есть на тех людей, которые не являются такими специалистами большими в области IT. И мы показываем, что с помощью своих сил и, собственно, тех ресурсов, которые сейчас есть онлайн, мы можем делать хорошие вещи самостоятельно. И для этого действительно не надо быть большим специалистом. Понятно, что уровень будет не совсем профессиональный, но вы сможете выполнить свои задачи, те, которые необходимы. В двух словах наш вебинар проводится при поддержке фонда Focus Media, то есть именно этот фонд предоставляет нам площадка на webinar.ru. Он делает тоже хорошие вещи, можете зайти посмотреть. Ссылка есть, презентацию потом можно будет скачать, она кликабельна. Итак, еще раз, меня зовут Алексей Ницца, адрес электронной почты здесь представлен. Если есть какие-то вопросы, вы можете писать мне напрямую, я являюсь вебинт-редактором и автором видеоуроков в Теплице. То есть, если касательно каких-то мероприятий, либо каких-то сервисов, о которых вы хотите узнать, пишите мне, я, безусловно, с радостью отвечу. Если мне надо говорить чуть погромче, вы скажите, я буду это делать. Просто, в принципе, я не знаю, насколько хорошо слышно. Хорошо, пока движемся дальше тогда. Наши онлайн-уроки или видео-уроки, кто не знает, можете зайти посмотреть. Сейчас уже больше 50, опять же, это небольшие такие видео, где я рассказываю о том, как пользоваться онлайн-сервисами какими-либо, которые позволяют делать вашу работу более эффективной, либо безопасной, либо что-то еще. То есть, мы много говорим о таких вещах, как безопасность в интернете, приватность, визуализация данных и так далее. То есть, действительно, много чего интересного. И вот сегодня один из вебинаров как раз про визуализацию данных. Собственно, визуализация данных на карте. Если вы по каким-то причинам пропустили один или несколько наших вебинаров, вы интересуетесь тем, а что было до этого, вы можете зайти на наш сайт и спокойно посмотреть записи. То есть, в разделе «Мероприятия» есть вкладка «Вебинары», там есть список всех вебинаров. Спокойно заходите и смотрите. Сейчас, в последнее время, я стал записывать их как-то более логично, и на YouTube у нас есть плейлист с записями вебинаров, где, в принципе, достаточно хороший звук. Ну, и изображение, безусловно, тоже. О чем мы сегодня поговорим в нашем вебинаре? Это, естественно, о сервисе карты DB. Я не знаю, честно говоря, как произносить его не по-русски, по-другому, но давайте будем говорить так. И расскажем, ну, то есть я расскажу о том, что это такое вообще, для чего это нужно. Покажу, как это работает. Поговорим немножко о том, где брать данные, для чего они нужны, там, как загружать данные, как в этом сервисе визуализировать данные, и как потом поделиться готовой картой. На самом деле, ничего сложного, все просто. На самом деле, один из примеров визуализации данных на карте, это, например, визуализация участников вебинара по регистрации. Вот, например, буквально вчера я просто сделал еще раз, чтобы посмотреть, например, когда вы регистрировались, вы записывали, собственно, свой город, откуда вы... И поэтому эти данные можно визуализировать на карте, потому что они геолокационные. Поэтому это один из самых простых примеров, с которым можно поработать и посмотреть, что это будет. Собственно, вот так это выглядит. Поэтому большое спасибо, что проявили интерес. Есть несколько человек из Европы. Так, и сегодня мы будем говорить о таком сервисе, одном из онлайн-сервисов, который представляет возможность визуализации данных на карте. То есть, если у вас есть какой-то набор данных, в котором есть информация о геолокации, о положении места на карте, долгота и широта, что-то еще, название города, страны и так далее, это значит, что вы можете эти данные наложить на карту, и они будут у вас изображаться. Мы начнем с самого простого. То есть, это какие-то точечные данные, например, как это было в визуализации участников. То есть, это те данные, которые говорят о том, что есть какая-то информация в каждой точке. То есть, например, это город, это человек, это ваш мейл или еще что-то. Ну, в зависимости от того, например, какая информация собиралась. Безусловно, есть другие варианты визуализации, более сложные, о которых мы, конечно, сегодня говорить не будем. Это более такая действительно сложная вещь. То есть, например, это какая-то анимация. Ну, возможно, мы немножко это затронем. Хочу сразу сказать, что когда я готовился, я действительно посмотрел возможности этого сервиса, и они очень такие хорошие. То есть, даже для тех людей, которые там постоянно работают с данными, с открытыми данными, это, в принципе, хороший инструмент для того, чтобы визуализировать данные. И пару слов хочу сказать о том, что, ну, во-первых, хочу показать, например, пример, вот карта. То есть, потрясающую вещь, на самом деле, можно делать с помощью этого ресурса. И, например, это карта интерактивная, карта с загрязнением воздуха в мире. И, как мы видим, можно посмотреть, например, где находится Россия по этому уровню. И вообще можно пощелкать, походить, посмотреть. Действительно очень интересные вещи. И я другое немножко хотел сказать. Хотел сказать вот о чем, что так как мы образовательный проект, естественно, что я не являюсь большим специалистом в картографии, да, либо в открытых данных и так далее. То есть, моя задача совсем другая. Моя задача показать вам, что обычный человек, как все мы, мы можем просто взять и понять, как работает какой-то определенный там сервис, и использовать его в своих целях. То есть, еще раз говорю, не обязательно нужно быть специалистом, профессионалом в какой-то области, чтобы начать что-то делать. Просто нужно взять и сделать это, да. Понятно, что это будет, может быть, не так красиво и не так здорово, как это сделает профессионал. Но, опять же, вы можете решить свои задачи. Поэтому, если я буду какие-то вещи говорить не так, либо ошибаться, это нормально. И я даже буду приветствовать какие-то ваши замечания. Поэтому можете говорить. Так, сейчас я, во-первых, хочу сказать о том, что этот вебинар, на самом деле, навел меня... Ну, почему, собственно, захотелось сделать? Потому что есть сервис карты DB, да, и мало того, что у этого сервиса есть, условно говоря, академия. То есть, они сделали своего рода такие несколько уроков, курсов, скорее даже курсов, да. Есть базисный курс, изображение данных на карте, есть более продвинутый курс. Собственно, из-за этого я решил посмотреть, вообще, как это работает, и показать немножко вам. Может быть, если вы заинтересуетесь, то вы можете также зайти на этот ресурс и посмотреть самостоятельно. Сейчас я могу, в принципе, кинуть ссылки. Ну, желательно, конечно, не сейчас это открывать, а потом, потому что просто вы, ну, чтобы не отвлекались. Так, они скинулись как-то подряд. Давайте я сейчас, наверное, одну удалю. Так. То есть, вот академия, это как раз то, что я сейчас показываю, это именно ресурс с уроками, и можно посмотреть информацию полностью о том, что они предлагают. В базисном курсе есть скринкасты, то есть, видеоуроки, по сути, да, на английском языке, безусловно, и о данных, там, например, в Штатах, но они действительно интересны. Мы сейчас посмотрим примеры просто, потому что, честно говоря, у меня под руку нет прям таких хороших наборов данных, которые можно визуализировать. Я покажу на чем-то простом. Так. Сейчас я включу демонстрацию экрана, и, наверное, покажу, как это вообще все выглядит. Так. В принципе, пока я говорю, вы можете написать, если у вас есть какие-то, ну, там, не знаю, мысли по тому, мне вообще интересно узнать, от ли чего вы используете карты, и, например, какие данные вы обычно хотите визуализировать. Так, у меня не запускается плагин, секунду. То есть, какие данные вы обычно визуализируете или хотели бы визуализировать? Вот, мне вот всегда было интересно, если вот кто-то хочет написать об этом, было бы классно, чтобы другие тоже посмотрели. Так, а я еще раз попробую включить демонстрацию экрана. Так, вроде все получилось. То есть, вот смотрите, где вкладка презентации, там вторая вкладка появилась, демонстрация экрана. То есть, в принципе, вы видите то, что вижу я. То есть, если я теперь сейчас переключусь на другой сайт, на какой-то, то вы должны это видеть. Так, я просто тогда так подвину. Так, да. Я периодически буду возвращаться из вкладки в вкладку, чтобы смотреть ваши вопросы. Айнур пока спрашивает, хотелось бы визуализировать безбаренную среду в нашем городе. Да, отлично, это здорово, и это можно сделать, главное иметь данные. Так, если вы видите другой сайт, видите другую вкладку, пожалуйста, напишите, что все окей, я тогда продолжу, чтобы мы не останавливались на этом. Потому что, если не работает, то это очень нехорошо. Все окей, да. Вы тогда самостоятельно можете переключиться и там развернуть во весь экран. Буквально там слева, по-моему, сверху у вас есть такая кнопочка. Вы можете во весь экран развернуть и посмотреть просто все, все, что я показываю. Окей. Так, тогда начнем. Итак, вот такой сервис kartodb.com. Сначала хочу сказать о том, что, во-первых, естественно, есть платные планы, есть бесплатные, и это очень здорово, что вы можете пользоваться им бесплатно. Тут он позволяет использовать данные до 50 мегабайт, то есть это те данные, те таблицы данных, которые вы загружаете. Но, безусловно, плюс в том, что вы можете, например, визуализировать какие-то данные, а потом просто за ненадобностью их удалить, соответственно, у вас место опять освободится. Поэтому базовая какая-то основа бесплатная, это очень здорово. Вы можете попробовать, как это работает, и если вам потребуются более какие-то большие, обширные данные, вы можете подписаться на платный аккаунт. Для того, чтобы войти, нужно просто зарегистрироваться, либо там использовать свои социальные сети, например, Facebook. Буквально на час-секунду это происходит. Так, я, наверное, все-таки валюсь с экрана, разверну, я не знаю, будет ли работать это или нет. Да, окей. И сейчас я вернусь обратно. То есть, я думаю, что все окей. Итак, когда вы первый раз заходите в этот ресурс, вы видите вот, собственно, такое, то есть, ничего. Ничего у вас нет, соответственно, надо что-то сделать, да, поэтому, например, вы можете создать карту. Тут предлагается посмотреть сразу какой-то урок, но давайте мы его пропустим. Вы можете посмотреть его сами. И у вас есть три, как бы, версии того, как начать все это делать. Вообще, он говорит о том, как это делается. Все на самом деле очень просто. Вы в первую очередь должны загрузить данные. Нажимая на зелененькую кнопочку, вы можете сделать это многими путями. Это действительно очень здорово. Во-первых, вы можете загрузить это самостоятельно с помощью файла, либо с помощью прямой ссылки на файл. То есть, это могут быть CSV файлы, JSON файлы, это могут быть XLS таблицы, это может быть zip архив даже. Это может быть XML файл, который сохраняет данные именно с информацией о карте. То есть, возможностей много. Также можете подгрузить свой Google Drive, свой Dropbox с Twitter, и также загрузить свободную пустую таблицу и добавить данные вручную там самостоятельно. То есть, возможностей очень много, я сейчас просто, например, покажу тот пример, который я видел, и, допустим, загружу данные с помощью ссылки, прямой ссылки. И это данные, которые говорят о федеральных округах в Штатах. То есть, вы сейчас увидите, что это такое. Это действительно интересная вещь. просто нажимаете Create Table, создать таблицу. Тут все на английском языке, но, в принципе, на самом деле все просто и понятно, интуитивно, потому что есть какие-то там пиктограммы, символы, которые показывают, и, в принципе, интуитивно реально понятно, что это значит. Так, сейчас вернусь обратно. Итак, что же такое? На самом деле, эти данные представляют собой просто карту Соединенных Штатов, разбитую на округа. Ну, то есть, представьте себе, как у нас федеральная округа, да, просто разбитые полигонами. И, в принципе, это действительно интересно посмотреть. Итак, когда вы загружаете первый раз карту, загружаете данные, прошу прощения, вы видите, вот, собственно, те данные, которые вы загрузили, и вы можете с ними что-то здесь сделать. Во-первых, вы можете проверить те данные, которые есть, правильно ли они отображаются, правильно ли тип выбран и так далее. То есть, например, если вот эти надписи, это название, то, наверное, это должно быть именно как бы не числовое значение, да, то есть, если по каким-то причинам где-то вы видите, что числа есть, но нет числового значения, вы с легкостью можете изменить это именно в параметрах таблицы. Также можно спокойно удалить эти данные, там, например, в колонках или в строках, в зависимости от того, если вам они не нужны или не нужны. То есть, очень гибкое взаимодействие именно с таблицами здесь, достаточно много фильтров, но это я покажу чуть позже, то есть, все на самом деле настраивается, все просто. Итак, когда вы загрузили данные, естественно, вы можете перейти сразу в MapView, то есть, в тот вид, когда вы загружаете данные на карту. Пожалуйста. Как вы видите, здесь получается, значит, есть карта, и на карту нам нанесены, собственно, эти данные в виде полигонов, то есть, это федеральный округа в Соединенных Штатах. Так, вернусь немножко назад, окей. Итак, самое главное, что теперь можно сделать, это в первую очередь изменить карту, то есть, во-первых, подложка карты, то есть, это может быть вот как в Google Maps, да, мы можем там сделать Satellite View, то есть, спутниковый вид или еще какой-то. Здесь, на самом деле, очень много предустановок, и это действительно здорово, когда вы, например, отображаете какого-то разного вида данные, чтобы лучше они как бы акцентировались, да, вы можете выбрать разные варианты. Например, можно убрать какие-то надписи, посмотреть другие, какие-то варианты под старую карту и так далее. То есть, действительно интересно и, ну, вариантов много, как вы видите, да, здесь достаточно много, больше, наверное, 15. Также вы можете загрузить свою карту, самостоятельно сделать, но это уже более продвинутый уровень, который, в принципе, лучше не трогать, если вы не знаете. Итак, давайте мы сделаем какую-нибудь темную карту, ну, пусть будет вот эта, чтобы просто акцент был именно на тех данных, которые мы визуализируем, да, и теперь мы можем посмотреть, что мы с этим вообще можем сделать. С правой стороны у нас есть колонка инструментов, и главный из них это Wizards, это то, что связано именно с отображением визуализации данных. Здесь, на самом деле, можно поменять достаточно многие аспекты, и так как любые данные, например, это полигоны, то здесь мы в первую очередь можем поменять, например, цвет, то есть мы можем изменить цвет. Во-первых, полигон, что такое полигон? Да, это граница и заливка, то есть вот, например, сейчас я поменял границу, чтобы поменять заливку, нужно перейти в полигон Fill, да, то есть мы можем изменить данные и сделать это, например, таким образом. Также мы можем изменить толщину, и... так, давайте мы сделаем, например, здесь белое благо, то есть если мы делаем черное, то будет отображаться таким образом. То есть на самом деле здесь очень много возможностей, можно с этим поиграть, и это действительно интересно. Значит, что еще хочу сказать? Самое главное, что здесь есть куча предустановленных типов визуализации данных на карте, которые можно, собственно, использовать. Если мы нажмем на какую-то точку, то по идее у нас должна отображаться информация об этой точке, да, то есть, например, какой-то федеральный округ. Но так как мы пока не выбрали, мы можем набрать, нажать Select Fields и включить ту информацию, которую мы хотим отобразить, например, о конкретной точке. Ну, например, здесь мы можем отобразить название и популяцию, то есть количество жителей, которая живет в данном округе. И здорово то, что здесь достаточно много предустановленных визуальных тем, то есть, как вы видите, например, либо всплывающее окно белое, либо темное, либо, например, вот такое. То есть, возможностей действительно много. Допустим, мы выберем таким, сделаем это так. То есть, окей, секунду, все нормально. Сейчас я подсмотрю немножко свой план. Так, окей, окей, окей. Итак, мы можем, например, дальше посмотреть другой тип визуализации. Например, вот эта карта показывает, например, если у вас представлены какие-то данные, да, можно посмотреть, например, число жителей, то есть, какой из федеральных округов наиболее, например, густонаселенный, какой низконаселенный, да, то есть, здесь можно строить различного типа данные и посмотреть, например, где больше значения, где меньше значения. Это все зависит именно от того, какие данные вы используете. Но, естественно, например, в данном смысле, если мы визуализируем данные касательно густонаселенности округов, это не совсем как бы правомерно, потому что количество, то есть, площадь округов, она разная, соответственно, это не совсем правильные данные, поэтому, в принципе, здесь нужно сделать популяцию на квадратный километр. И тогда мы видим, собственно, то, что мы видим и так представляли. То есть, если мы представляем Соединенный Штат, то мы понимаем, что красным отображаются самые густонаселенные. И что же это такое? Например, если мы нажмем сюда, то, соответственно, это понятно, это Лос-Анджелес, наверное, если он сейчас загрузится. Да, Лос-Анджелес. Также у нас есть так, сейчас Ку-Кантри, я не знаю, что это. Ну, естественно, Нью-Йорк. Нью-Йорк находится вот здесь. То есть, в принципе, таким образом можно посмотреть именно плотность населения в стране, и это действительно интересно. И что самое интересное, в каждом типе визуализации можно настраивать отображаемые варианты, да, то есть, это, во-первых, цветовая гамма. Это действительно очень много настройок, и можно подобрать именно под тот тип, который вам нужен. И даже это очень здорово, если, например, у вас определенная цветовая гамма вашего сайта, и потом вы хотите разместить эту карту на вашем сайте, вы можете сделать цвета вашего сайта. Ну, более-менее совпадающий, да, тогда будет очень как бы хорошо смотреться, и будет казаться, что карта, она действительно не отдельно взята, не отдельно вставлена на ваш сайт, а она прямо именно встроена буквально. И действительно очень много возможностей, можно посмотреть. Ну, наверное, это не самый такой хороший пример, в общем, ну, вот можно, например, сделать таким образом визуализацию и посмотреть на квадратный километр именно вот в таком виде. То есть, чем больше bubble, да, то есть, пузырявок, тем больше, например, густонаселенность. Как мы видим, что вот здесь достаточно все такое спокойное. Если есть такие данные, например, по России, можно использовать и попробовать посмотреть, что будет в России. Так, с этим понятно. Итак, допустим, представьте себе, что вы хотели бы сделать эту карту, что-то с ней сделали, что и дальше. Дальше можно визуализировать ее. Значит, самое главное, что хочу сказать о том, об этом сервисе. Итак, у вас есть в первую очередь это данные, это ваша таблица, которую вы импортировали, то есть, это те данные, которые есть. Дальше есть map view, это то есть отображение вашей карты. Но так как много вариантов отображения существует, то есть, вы что можете сделать? Вы можете сделать много вариантов отображения ваших данных, соответственно, это называется визуализацией. То есть, это значит, что много типов вариантов визуализации вы можете сделать для одних данных. Это очень большой плюс. Когда вы делаете визуализацию, вы можете нажать собственно визуализировать и на как бы ввести имя, присвоить имя этой визуализации. Она создается, например, таким образом она будет выглядеть по ссылке, либо, например, вставленная на сайт. То есть, например, если нажать Share, то вы увидите вариант, который возможен для того, чтобы поделиться, например, этой картой, либо вставить на сайт. То есть, если мы возьмем сейчас вот эту вот ссылку прямую на карту скопируем и вставим в новое окно, прошу прощения, вы увидите, что это выглядит вот так. То есть, буквально таким же образом, как это выглядело в превью. То есть, в превью вы можете изменить достаточно очень много параметров, то есть, вы можете приблизить какую-то определенную часть карты. Что еще самое главное и самое интересное здесь? Во-первых, вы можете в Options зайти и посмотреть отображаемые варианты и что вообще можно сделать. Например, если вы включите фуллскрин, это значит, что там появляется кнопочка, которая позволит вам, прошу прощения, пользователям, которые смотрят вашу карту, развернуть на полный экран и посмотреть ее полностью. Что еще? Значит, здесь достаточно много настроек и самое главное это и самое интересное это, во-первых, можно добавлять элементы. Во-первых, это текстовые элементы. То есть, вы можете прям, не знаю, там ввести какое-то название карты или еще что-то. То есть, там допустим, вы ввели таким образом, да, сделали какую-то надпись, можно таким же образом сделать аннотацию и если вы все это сделаете, да, тут, кстати, достаточно много настроек для текста, можно также изменить цвет, линии и так далее. То есть, видите, это очень, на самом деле, действительно очень удобно. И, например, вот если я так сделаю сейчас и нажму поделиться, да, то еще раз открывая, например, эту карту, произойдет следующее, что все эти пометки, они появятся. И на самом деле это очень удобно, это действительно удобно. То есть, если вам нужно отобразить поверх вашей карты какие-то замечания, ваш текст, это очень удобно. То есть, вот это отличная возможность, я считаю, этого сервиса. Итак, значит, вы можете поделиться ссылкой, вставить с помощью кода на ваш сайт, что действительно очень здорово. Либо использовать вашу карту даже в приложениях. Если вы разработчик, вы можете использовать созданные карты в ваших мобильных приложениях либо в онлайн-сервисах, которые вы делаете. И вот здесь хочу сказать о том, что это действительно очень классная и большая возможность. То есть, если кто-то писал сегодня по поводу визуализации, сейчас я, кстати, переключил на вопросы, кто-то писал про то, что делать визуализацию, сейчас, сейчас, сейчас найду, найду, найду. Айнур писала, да, безбарьерную среду, соответственно, как вариант вы можете делать это основной карты вашего сервиса, если у вас, например, нет ее. Так, я сейчас посмотрю вопросы. А как быть с историческими картами? Ольга спрашивает, а что вы имеете в виду? А, в смысле подложки исторические, да. То есть, это, как я говорил, уже тип карты. Давайте я просто еще раз войду в MapView обратно. да, и так, кстати, когда вы делаете карты, то есть, если вы входите обратно в свой профайл, смотрите, что вы увидите. Увидите вы следующее, у вас будет отображаться количество визуализаций и количество данных, которые вы используете. То есть, вот сверху вы видите Tables and Visualizations, да, то есть, нажав на Tables, вы можете посмотреть, сколько таблиц данных вы загрузили и визуализации, сколько вы сделали. Еще, самое главное, вы должны понять о том, что с одним набором данных вы можете делать несколько визуализаций. Это, это очень важно. И, если говорить об этом, значит, допустим, еще раз загружая таблицу, что-то не очень быстро все работает. Переходя, опять же, в MapView, вы вот здесь можете менять, да, тип карты. и вы, по сути, можете подгрузить какую-то другую карту. Ну, например, вот такую, да, и это действительно интересно отображается. Так, есть возможность создать многослойные карты? Да, вот, кстати, по поводу многослойности как раз сейчас тоже расскажу. Ну, на самом деле, вот этот сервис не совсем предназначен для того, чтобы загружать, чтобы пользователи сами загружали данные, потому что этот сервис именно предназначен для того, чтобы работать с набором данных. То есть, если вы используете какие-то открытые данные, либо те данные, которые вы собираете в таблицу и потом визуализируете, тогда да. Просто, на самом деле, существует достаточно много сервисов, которые позволяют делать именно то, что вы хотите. Это краудмэп, например. Именно краудмэп просто можно вбить. Я могу просто написать... Ну, если погуглить, то вы просто можете найти, я просто не очень помню, там, орг или ком, по-моему, орг, не суть. Данные можно загружать, что я уже хотел сказать и скажу еще раз. Значит, в принципе, все данные, которые вообще в любом формате могут быть. То есть, еще раз, загружать данные, вы можете делать это следующим образом. В CSV, в XLS, в zip формате. Естественно, что там есть ли данные в формате данных. KML и GPS. Можно посмотреть все форматы. Для этого я вот сейчас нажал, и вы можете посмотреть, как это выглядит. Наверное, здесь есть где-то список. Сейчас посмотрим. Ну, мне кажется, если вы... Вот, вот список всех данных. В принципе, он охватывает достаточно много вариантов. Но для обычных пользователей, там, достаточно CSV, и XLS. То есть, обычно именно в этом формате данных мы храним, собственно, данные, и мы привыкли к тому, что данные это табличные данные. Окей. Давайте еще теперь посмотрим что-то другое, более-менее, более простое. Давайте, например, загрузим таблицу еще раз с данными, например, о том, кто регистрировался на этот вебинар. И я вот специально подготовил здесь несколько вариантов. Ну, например, вот на сегодня просто есть таблица в CSV формате, и мы посмотрим, как это выглядит. То есть, загружаются данные с моего компьютера, но вот как-то есть большой плюс, да, что можно загружать данные по прямой ссылке, вам не нужно их загружать именно с своего компьютера, использовать свой компьютер. Пожалуйста, вот данные людей, которые регистрировались, то есть, я ни в коем случае в коммерческих целях никуда не хочу это использовать, поэтому вы можете не бояться, что с этими данными что-то произойдет. И, как вы видите, что геолокационные данные, они определяются автоматически и указываются здесь в таблице именно вот такой пометочкой гео. И если вы включите MapView, то выглядит это вот так. То есть, по сути, это то, что я вам показывал уже, да, просто те варианты, которые есть. Но давайте попробуем сделать что-то другое с этой карты. Возможно, будет интересно посмотреть, какие варианты визуализации могут быть. Как вы видите, 26, например, это что значит? Значит, в Москве 26 человек зарегистрировалось. Например, сейчас подгрузится немножко, и мы посмотрим где-то еще. То есть, во-первых, мы можем изменить варианты. мы можем поменять цвет. Мы можем изменить не только цвет, но мы можем поменять еще и вот что. Так, сейчас я вспомню. Наверное, да, в Simple Way можно это делать. и так, еще раз. Если мы, значит, нажмем на изображение, то есть, то, что у нас сейчас помечается красным, мы можем вообще-то наносить информацию, собственно, вообще любыми изображениями. Для этого мы нажимаем на Image, и здесь предустановлено очень много иконок. Во-первых, естественно, вы можете загрузить свое изображение, это тоже большой плюс. Вы можете подгрузить это с Dropbox, и также можете использовать то, что здесь предустановлено, но их действительно очень много. Ну, допустим, я не знаю, там привычные вот такие, если да, то, например, мы берем Upload Image, и мы видим, что у нас загрузились вот такие вот иконки. То есть, таким образом, мы можем по своему усмотрению подгружать те варианты, которые нам интересны. И здесь мы можем увеличивать либо уменьшать отображение иконок. То есть, они могут быть либо большими, либо маленькими. Категории, например, да, вот смотрите, можно взять какую-то колонку и попытаться отобразить данные по категориям, например, по данным регистрации. То есть, какой день, когда кто регистрировался. То есть, в принципе, тоже интересно, можно посмотреть эти данные. Единственное, что здесь нужно, конечно, немножко больше потратить время на то, чтобы отображение было понятным каким-то. Но давайте для этого я, наверное, покажу на конкретном примере, который был, чтобы просто было удобно. То есть, вот еще раз, говоря вот простым языком, то есть, с помощью этого ресурса вы можете очень быстро визуализировать простые данные и даже не очень простые данные. И большой плюс в том, что здесь очень много подложек. Даже вот просто сделав такую карту, например, и показав это вот так, да, как-то, ну, может быть, это было бы уже более интересно, чем какой-то стандартный Google вид, да, там, или Яндекс-карт. То есть, даже для этого уже, как бы, мне кажется, большой плюс использования этого ресурса. для размещения фотографий на карте, я думаю, что не подойдет, потому что все-таки, ну, наверное, нет, наверное, нет. Я вот просто пытаюсь понять, как это сделать. То есть, фотографии, это, по сути, ведь этот сервис, он визуализирует те данные, которые есть в таблице, да, то есть, если у вас в таблице есть фотографии, это одно. Если вы хотите сделать, чтобы у вас к каждой точке прикреплялась фотография, это совсем другое. Для этого, наверное, подойдет больше Maps Agent от Google или MyCart Google. Можно также погуглить, они именно прямо так и называются. Ну, просто, да, это немножко другой тип. Еще раз, то есть, вот все-таки этот сервис направлен именно на то, что визуализируются данные. То есть, у вас есть таблица, и именно вы работаете с табличными данными. Есть много других сервисов, как MyCart Google, да, если вы вобьете, вы поймете, о чем идет речь. То есть, ну, окей, я даже быстро могу там со мной идти. То есть, этот ресурс именно предназначен для того, чтобы делать простые карты. Да. То есть, вы можете здесь простые карты делать, и, собственно, добавлять в каждую точку и разбивать по слоям, в каждую точку добавлять фотографии. То есть, на самом деле, ну, это мы просто уже делали вебинары по этому сервису, поэтому можете просто найти и посмотреть. Не хочу просто повторяться. Давайте посмотрим конкретный пример. Еще был очень красивый, я хочу просто его показать. И, наверное, вот как раз со своей подсказкой я посмотрю, что я еще хотел бы сказать. так, давайте, значит, загрузим еще тогда данные, и это очень интересно, данные, они визуализируют данные о том, как в Штатах за последние, там, 10 лет случались торнадо. И это интересно сейчас действительно посмотреть. Сейчас буквально секунду это загрузится. Что-то с интернетом не очень хорошо. Так, давайте мы загрузим еще одни данные. Так, я просто нажимаю добавить таблицу и вставляю ссылку, и они подгружаются. То есть, достаточно все просто. Пока они подгружаются, я хочу еще раз посмотреть, что еще я не сказал. Так, 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 окей. Сейчас они загрузятся. Самое главное, еще раз, когда вы загружаете таблицу с данными, необходимо, ну, там, хотя бы вскользь проверить, типы данных правильно отображаются или нет. То есть, например, долгота и широта это числовые значения, разрушение это тоже числовые значения. Например, дата, это вряд ли просто, это должно быть date. Соответственно, вы можете проверить это, изменить, таким образом у вас поменяются типы отображений, как вы видите. Просто нужно таким образом сделать, и тогда меньше, прошу прощения, меньше ошибок будет. итак, вот это данные, которые предоставляют собой информацию о том, как и где проходили торнадо в Штатах. Как вы видите, их просто невероятное количество какое-то, и их было действительно много. как вы видите, как вы видите, это было даже здесь, и это было даже вот здесь, на Аляске, как ни странно. Давайте немножко изменим тогда карту, сделаем опять же ее темной, и посмотрим, например, такие варианты. Сейчас я переключусь обратно. Да, 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 вот Андрей правильно говорит, это наличие необходимых данных. На самом деле, ну, на самом деле, это немножко даже в обратную сторону может двигаться. То есть, смотрите, теперь вы знаете, что есть, например, хороший сервис в визуализации данных. Значит, что? Значит, эти данные нужно собирать. Таким образом, вот, например, как я показал, когда мы визуализируем данные о том, кто присутствует на вебинарах, даже вы, как, например, некоммерческая организация, вы можете делать формы заявок или формы обратной связи, когда вам люди оставляют какую-то информацию, которая вам нужна, да, какой-то фидбэк, который вам нужен, и вы можете эту информацию собирать именно с точки зрения уже с прицелом на то, что вы будете ее визуализировать. То есть, вот, наверное, вот это еще главное, да, что зная, что есть хороший инструмент, который вам покажет хорошую информацию и заставит людей сделать какие-то определенные выводы. Вот, кстати, вот я всегда об этом говорю и еще расскажу сегодня, что визуализация информации, инфографика это один из способов дать людям возможность сделать выводы самостоятельно, не наводя их на что-то, не говоря им что-то, а показывая конкретные данные, показывая какие-то сравнения и делая таким образом, что человек сделает вывод сам. Вот, мне кажется, это важный аспект, поэтому, если вы считаете, что это тоже важно, вы можете уже с прицелом на будущее собирать определенные данные. Чуть позже я покажу, где данные брать. Ну, если они какие-то общие. Итак, представьте себе, вот есть, значит, такая информация. Что с ней делать, да? Давайте попробуем что-то еще с ней сделать. Во-первых, тут достаточно много вклада, о которых мы еще не поговорили. Например, вот если мы нажмем сюда, это для разработчиков больше. InfoWindow, это именно та информация, которая отображается, например, в каждой точке. Ну, например, если мы включим Done, Дату и Разрушение, то нажимая на какую-то точку, видите, я как раз вижу это. Разрушение и Дата, когда произошло, там, торнадо. Если мы поменяем вот здесь, то будет отображаться таким образом. Ну, не знаю, давайте оставим вот так. Что еще у нас здесь есть? Есть здесь непосредственно CSS, если вы программист или вы хотите потом разместить это на сайт, это очень удобно, потому что вы непосредственно сразу можете видеть, как это выглядит в коде. Это действительно удобно. Следующий аспект – это дизайн, и здесь уже подложка вы можете менять сами, кастомную, но, опять же, я не рекомендую это делать, если вы не знаете, как это делать. То есть для начала можно использовать те нюансы, те возможности, которые предоставляет вам сервис, ну, как бы изначально. И последняя вкладка, очень важная вкладка – это фильтр. Итак, если у вас есть данные в таблице, вы можете их фильтровать по определенной, например, колонке. И это действительно очень важно, это очень здорово. Ну, например, вы можете выбрать определенное значение, допустим, урон, который был нанесен, да, и посмотреть. То есть, если мы сдвигаем, например, вот как мы видим, тут от нуля до 2800. То есть, если мы сдвигаем вот это вот в сторону сюда, то у нас отображение карты поменяется. Ну, наверное, в другую сторону лучше мне это сделать, потому что тогда вот так будет отображаться. Да, вы видите, что на самом деле было очень-очень-очень много тех, которые были не очень такими большими, да. То есть, если мы увеличиваем, ну, вот так, например, сделаем. Как мы видим, их совсем несколько, да, осталось. И таким образом мы можем визуализировать карту именно вот с этим отрезком данных. Это очень здорово. То есть, смотрите, если мы нажимаем визуализировать сейчас, и вводим название какое-то, и создается визуализация, то визуализируются именно те данные, которые были отображены в данный момент времени. Как я говорил, это большой плюс этого сервиса. Таким образом, вы можете сравнивать. Это очень здорово. Давайте мы вернемся обратно и зайдем, например, вот сюда. И посмотрим, что же еще можно сделать на самом деле. Давайте мы выключим этот фильтр. Просто мы закроем его. И посмотрим, как можно визуализировать данные, какие варианты еще есть. Так, сейчас я переключусь. Да, географическим точкам как происходит привязка. Ну как, Иван, то есть, вы собираете данные, если пишется название города, это уже есть привязка в соответствии с тем, что город через Google привязан. Либо вы можете напрямую писать координаты. Кирилл спрашивает, куда загружаются данные, чтобы визуализироваться с помощью этого сервиса? На сервис. На сервис этого, на карту DB. Допустим, округа Москвы. Для этого нужно вручную либо с помощью OpenStreetMap, например, взять полигоны, координаты каждой точки, как это было, и... Ну, я первый пример показывал, да, где округа, например, в Штатах. Собственно, как там данные работали? Ну, давайте я просто опять включу, окей. Вопрос в сборе данных, это, конечно, достаточно там сложный вопрос, то есть, визуализация, это там, наверное, самое простое, что может быть. Еще раз, открывать данные касательно, например, федеральных округов, то, как вы видите, геометрические данные, это полигоны. Полигоны представляют собой информацию о координатах вот таким образом. И это делается скорее вручную, либо с помощью определенного сервиса. так, Кирилл спрашивает, конфиденциальность данных. Ну, смотрите, вот ваш вопрос противоречит сам себе, потому что, если вы визуализируете данные, вы уже их наносите на карту. Но если вы не хотите, чтобы ваши данные отображались на карте, то зачем вы их визуализируете? То есть, вот в этом вопрос. те данные, которые вы отображаете, включаете в отображение информации на карте, окей, все работает. То, что вы не отображаете, эти данные никому не видны, и никто их никогда не увидит. Я не знаю, Кирилл, как еще ответить на этот вопрос, потому что, ну, как бы, мне кажется, он, говорю, он сам себе противоречит. Ну, Андрей говорит по поводу в зачаточном состоянии. Честно говоря, на самом деле существует очень много комьюнити, то есть, людей, которые занимаются именно сбором данных, и OpenStreetMap, например, да, вы знаете, что это те карты, которые рисуются людьми как бы напрямую, да, это не Google, это не что-то еще, то есть, берутся просто трекеры, они, ну, там, условно говоря, берутся какая-то спутниковая подложка, но они с помощью трекеров и точек именно обрисовывают те какие-то, например, жилые поселки, которые не прорисованы еще на карте. Нет, Кирилл, вы можете здесь написать, кстати, по поводу информации, почему нет. да, я читал просто, окей, я не могу ответить на этот вопрос, и, наверное, проще всего тогда узнать, действительно, насколько они и как они хранятся на сервисе. Но, честно говоря, мне всегда было интересно, а почему люди задают вообще такие вопросы, то есть, ну, как бы еще раз, вот, если вы хотите визуализировать ваши данные, если они, ну, там, не знаю, скрытые какие-то, не знаю, кому они вообще нужны, то есть, зачем кто-то будет там красть ваши данные, для чего это нужно, это же открытые данные, то есть, вы публикуете открытые данные, вот, вы их визуализируете, это же не какая-то личная информация. Это то же самое, что вот я сейчас, например, возьму данные о вас, как о людях, которые зарегистрированы на вебинар, да, и продам ваши данные кому-то там. Это один разговор, но, как бы, об этом даже речь не идет. Поэтому, как бы, я не очень понимаю, как бы, вопроса. То есть, мы говорим, вот, я хочу отметить, это очень важно, мы говорим об открытых данных, это тех данных, наборы которых доступны для скачивания всем, вообще всем, публичные, они публичные. Для непубличного, ну, наверное, можно, но, как бы, это очень странно, честно говоря. Ну, давайте, да, не буду вдаваться в подробности, просто мы не говорим об этом сейчас, мы говорим о визуализации именно открытых данных. Да, и я пока говорил, я хотел все-таки показать еще буквально несколько вещей интересных, которые можно делать с помощью этого сервиса, потому что, ну, они действительно классные. Так, Торнадо. MapView и... Так. Окей. Значит, если мы зайдем в отображение, давайте посмотрим, например, Bubble. Ну, здесь понятно, да, чем больше, как бы, пузырик, тем сильнее, значит. сейчас, 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 интенсивность. Вот, можно сделать карту интенсивности, на самом деле, она действительно очень интересная, и посмотреть, тут можно поиграться, на самом деле, вот с маркировкой, ну, для того, чтобы это хотя бы было принято, как бы, визуально, нормально воспринималось. то есть, вариантов действительно много. Допустим, можно еще сделать таким образом, использовать различные полигоны отображаемых данных, то есть, например, вот такие. Также можно поменять цветовую схему, ну, то есть, действительно, есть чем поиграть, и это здорово. Так, я хотел показать еще один вариант. Вариант. Да. Вот есть визуализация такая, анимированная, она действительно интересная, то есть, как вы видите, можно выбрать ту графу, визуализацию, чего вы хотите анимировать, например, да, и если это дата, то, например, можно посмотреть, как проходило, как торнадо проходили в Штатах, в соответствии со временем. Как вы видите, внизу проходит такая линия, да, показывающая именно дату. Также здесь можно поменять, параметры, немножко, может быть, изменить и замедлить количество шагов, либо, например, изменить количество, там, секунд, можно сделать, например, поменьше или побольше. то есть, если вы берете, визуализируете такую карту, то она будет отображаться у вас именно так, как вы здесь увидите, то есть, также визуально. Это действительно интересно. То есть, вот даже такая визуализация, она здесь доступна в очень простом формате, если, опять же, есть данные, которые можно визуализировать именно как визуализацию. Например, это данные по датам и так далее. Так, давайте вернемся. Мария спрашивает по поводу добавления карт. Вот по поводу многослойности – да, по поводу добавления самостоятельно пользователями – нет. Еще раз говорю, это визуализация данных. Многослойные карты. Сейчас я покажу. Кирилл спрашивает, можно ли скачать опубликованную визуализацию в виде исходной таблицы? Вот смотрите, если я хочу поделиться, я скопировал ссылку, ставил, открыл карту. То есть, вы имеете в виду, что если я открываю карту, может ли человек скачать данные в виде таблицы? Нет. А как? Вот все, что человек видит. Вы видите название датасета, но если вы, я вот сейчас не знаю, ну, если я открою это в приватном окне, то, возможно, просто не будет доступа. В принципе, вопрос, наверное, правомерный. Сейчас, секунду, давайте попробуем. Ну, вот данные есть, да, вы можете скачать их, да. То есть, еще раз говорю, это все-таки открытые данные, поэтому, если вы хотите визуализировать что-то другое, наверное, не стоит этим пользоваться. Так, надеюсь, на этот вопрос я ответил. Окей. Кирилл, надеюсь, окей, да? И в конце я хочу показать еще визуализацию, когда у вас есть несколько слоев. То есть, давайте мы изменим, например, ну, сделаем там simple. прощу прощения. Вот у вас есть, например, один слой данных, которые вы визуализировали. Вы можете добавить еще один слой, вот просто есть кнопочка плюс. Вы можете это добавить с помощью нового слоя, опять же, нового набора данных, либо, если вы уже загрузили данные, вы можете, как бы, добавить его, выбрав просто. Таким образом, у вас получается следующее. Вот сейчас подгрузится, и вы увидите. Итак, если взять, например, я просто хочу поменять, чтобы было понятно, что это разные данные на самом деле. Вот примерно так, да. То есть, как вы видите, там накладываются данные. Так, сейчас, сейчас, сейчас. Вот так, наверное, будет лучше понятно. То есть, каждый слой представляет собой теперь, ну, как бы, это действительно слой, и можно выбирать, например, какой из них будет отображаться первым, каким, вторым. Видите, вот цифра К1 и цифра К2. Просто перетаскивая вверх, меняется порядок отображения. То есть, таким образом, вы можете накладывать на одну и ту же карту несколько слоев данных и варьировать их, как вам удобно и как бы в каждом слое у вас есть настройки по визуализации и по настройке отображения. То есть, тоже, в принципе, действительно удобно. Окей. Мы это посмотрели. Я не знаю, если у вас есть какие-то вопросы, давайте я отвечу лучше, потому что, мне кажется, у вас вопросы есть. Итак, еще раз, резюмирую. То есть, карта DB это такой сервис, который предназначен для визуализации открытых данных. Открытых данных. И вот я тут специально скопировал несколько ссылочек, чтобы показать вам, что такое открытые данные. Для того, чтобы вообще понять, где их брать, так, сейчас, секунду, нужно переключить вам сюда. То есть, есть такой сервис, например, открытые данные в России. То есть, это те наборы данных, которые можно скачать свободно вообще. Это государственные данные, это данные каких-то некоммерческих организаций и так далее. Тут их действительно достаточно много. Где еще можно данные взять? Давайте я вам просто скопирую тогда в чат. Что еще можно визуализировать? Например, Ирина Радченко делала подбор, мы писали о нем, она делала подбор региональных порталов с открытыми данными. Вот как на нашем сайте вы видите, ссылка есть, я могу вам скопировать. То есть, вы можете зайти на любой из порталов, например, Казани и посмотреть те данные, которые предоставляются. Можно посмотреть все наборы и отфильтровать и скачать в виде таблиц и так далее. То есть, например, вы можете взять, скачать данные музеев в Казани или в этой области, да, и потом просто визуализировать или использовать в своем проекте. Это разрешено, это открытые данные. Они свободны для скачивания, для этого они и нужны, собственно. Что еще есть для данных? Во-первых, самый простой способ это, вообще-то, посмотреть паблик дэйта на Google. Там из Росстата даже есть какие-то данные, но можно европейские посмотреть. То есть, это тоже один из способов визуализации данных. И тут можно их даже скачать. Собственно, наверное, наверное, моя ошибка была в том, что я вам, наверное, не сказал о том, что все-таки визуализация данных именно открытых данных. Поэтому, возможно, возникали такие вопросы. Так, что я еще хотел вам сказать? В принципе, наверное, все. То есть, сервис, еще раз, он базово, бесплатный, достаточно много можно что с ним делать, достаточно много предустановок визуализации, форматов, очень быстро и понятно достаточно, все изменяется прямо в реальном времени. вы сразу можете посмотреть CSS, если вам нужно, вы сразу можете изменить фильтры, какие-то применить. И, ну, это, правда, действительно очень удобный сервис. еще один плюс большой, то, что очень много подложек существует. Так, я сейчас, наверное, поменьше делаю. Подложек карт существует, да, как вы видите, и ваша карта будет таким образом отображаться от, ну, обычно стандартных карт, которые мы привыкли видеть, там, Google или Яндекс. Поэтому вы можете подобрать отображение даже под свой сайт. И, как я уже говорил, как здорово, что Кирилл спросил, оказывается, и это правильно, что нужно иметь в виду, когда вы визуализируете свои данные и с помощью ссылки, например, да, размещаете где-то, то вы должны иметь в виду, что люди могут скачать наборы данных, с помощью которых вы визуализировали эту информацию. Здесь датасеты показаны, и они могут быть скачаны в любом из форматов. Просто это нужно принять к сведению, наверное. Так. А вы можете как-то для всех, Кирилл, сказать, что вы имеете в виду карты, диаграммы и бизнес-графика? Чтобы было понятно, о чем вы говорите. В принципе, настроек действительно очень много. Напишите, конечно, в чате, прямо здесь. Настроек много, то есть, помимо того, что есть, вы можете визуально как бы делать свои какие-то вещи, если вы понимаете, о чем идет речь. Нет, звуки нельзя делать. Это только визуализация данных, а анимация без звука. Ну, Мария, это немножко все-таки другие ресурсы нужны для того, чтобы визуализировать те данные, о которых вы говорите. Самый простой способ, еще раз, это просто взять, там, зарегистрироваться, да, какой-то пример скачать и, кстати, о примерах. Если вы не знаете, например, какой-то там, не знаю, если у вас нет никаких данных вообще, то вы можете сделать, использовать Common Data, это просто наборы данных, которые есть в этом ресурсе, как примеры. Их на самом деле очень много. Как видите, они даже разбиты по типам, и вы можете просто с этими типами данных поиграться. И, ну, как бы действительно с ними будет интересно. Можно посмотреть вообще, как люди визуализировали что-то. Здесь очень большой раздел, и он очень полезный. И также очень полезный раздел, о котором я говорил в самом начале, это именно вот Академия. Это такие более подробные уроки, с помощью которых вы можете понять, как делать. Кирилл, я не знаю, как ответить на ваш вопрос, потому что я понял, о чем вы спрашиваете, вы имеете в виду, что то есть те типы визуализации, которые есть, да, можно ли туда добавлять диаграммы или еще что-то. Я думаю, что нет. Ну, давайте я просто буквально прямо сейчас пытаюсь посмотреть. по-хорошему можно. То есть вы имеете в виду, что вот добавить сюда вот в те виды визуализации какие-то свои примеры. Если мы сейчас прогоним до конца. Я думаю, что можно, но это для более продвинутых пользователей. Здесь напрямую это сделать так нельзя. диаграмм с привязкой точкой. Вот, мне кажется, опять же, это немножко не о том. Диаграммы это графики, да. Графики это не совсем данные на карте, да, это немножко другие вещи, то есть как бы графики строить это не данные, которые относятся к геолокации, это другой тип. Классика картографии, да, но как бы вы можете совмещать например эти карты и например там создание диаграмм. Ну просто мне кажется, что это все-таки узкий такой ресурс, который предназначен именно для отображения данных на карте. Если тут нет данных касательно геоположения, то собственно бесполезно здесь их визуализировать. Наверное, я ответил на этот вопрос. Школьный атлас и ну вы напишите тогда более подробно или приведите пример, может у вас есть ссылка на какую-то картинку, чтобы просто все были там, ну все увидели, о чем вы говорите. Ну как бы пример был бы более понятен тогда. Мне кажется, что на самом деле если более подробно смотреть этот вариант и знать например, хотя бы CSS более-менее нормально, и там какие-то другие вещи, то я думаю, что можно там сделать многое. Ну например, потому что вот здесь, по крайней мере в Академии много разделов есть. Вот сейчас вопрос покажу. В продвинутых курсах есть SQL и PostGIS. Вот здесь, наверное, что-то можно сделать. То есть и карта DBJS. ну то есть возможностей реально много. Так, пока Кирилл ищет нам ссылку, я думаю, что я могу сказать спасибо вам, что послушали, я надеюсь, было интересно. Я пока закончу, потом скажу ответ. Да, то есть наш сайт test.ru test.ru и в социальных сетях нас найти просто мы везде теплица ST. Так что, если есть какие-то вопросы, вы можете писать мне лично на mail. Кирилл сейчас нам найдет, а Иван спрашивает, разве что как-то извернуться, например, два слоя с баблами, один М, другой. Как разбить отображение данных по категориям? А что вы имеете в виду под категориями? Вы можете просто разбить по слоям и все, сделать фильтры по каждым слоям. то есть, опять же, нужен, наверное, Ирина конкретный пример, потому что не очень понятно, о чем вы говорите. Надеюсь, моя цель главная понятна, что да, сейчас мы посмотрим, кстати. Алексей нам скинул. Вы знаете, я даже не знаю, как это прокомментировать, честно говоря, потому что мне, вот лично мне, очень тяжело воспринимать эту информацию. например, потому что вот если мы будем говорить, например, вот диаграмма, которая очень мелкая, и вот то, вот, например, вот это, то количество разделения цветов и соответствие их с не совсем правильное, наверное. Ну, то есть, мне кажется, я что-то подобное показывал. То есть, вы имеете в виду, что, окей, там, например, есть какая-то многоярусная информация, которую нужно представить, но, ну, просто это уже легко. То есть, это, в принципе, то же самое, что я и говорил. То есть, вы просто на каждой точке, сейчас, 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 то есть, вы на каждой точке просто берете и нажимаете, сейчас я просто покажу. так. Я вот что хотел сказать. В общем, я имел в виду, что это данные, которые вы отображаете при нажатии на определенную точку с данными. То есть, по сути, это то же самое. Вы можете в каждой точке отображать всю важную информацию. И важно, что здесь это будет динамически. То есть, человек может нажимать на каждую точку и смотреть всю информацию. Потому что у вас, то, что вы имеете в виду, по сути, это правильно, но вот как бы, да, вот есть, например, какая-то зона, да, нажимая на нее, по сути, я должен получить информацию вот обо всех тех структурах и это немножко сделано по-другому. Так, тут еще накопировали много чего интересного. В общем, Кирилл, ну, хорошо. Ну, как бы, здорово, что есть такие варианты, но я думаю, что вот те возможности, которые есть в этом сервисе, они как бы, ну, они проще, они понятнее, да, во-первых, это вовлекает человека в динамику, да, человек может там нажать на карту и посмотреть какие-то данные и также как бы не захламлять и более там приблизить, отдалить и посмотреть более точно. То есть, ну, как бы, мне кажется, это так. То есть, это динамические карты, это не картинки. Вы не создаете картинки, вы создаете динамически движущиеся объекты, вы можете приближать, отдалять. Вот, мне кажется, вот в этом плюс современных сервисов. Понятно, что раньше картографика, когда была именно такой визуальный, как картинки, да, нужно было искать какие-то определенные решения, чтобы отображать все данные, чтобы человеку было понятно, потому что это был один слой. Сейчас такого нет, и сейчас все намного проще. Наверное, те способы отображения данных, которые сейчас появляются, они, может быть, даже проще для тех людей, кто просто не знаком с тем, что было раньше. Вот как я, например. Я не знаком, для меня вот такой формат он проще. Но это совершенно не значит, что он плохой. Поэтому, наверное, Кирилл, если вы хотите сделать так, то это точно возможно, потому что, опять же, тут есть CSS, вы можете просто это реально запрограммировать. Я вижу, тут есть некоторые специалисты, которые просто... Вы начинаете общаться уже между собой, это здорово. И просто, я не знаю, как я вам могу помочь дальше? Наверное, никак уже. Если вы хотите, вы можете между собой, конечно, пообщаться. И просто это здорово, что происходит такой формат. То есть, если есть какие-то вопросы, еще я с радостью отвечу. Если нет, то тогда, наверное, да, можно заканчивать уже. Если вам нужна презентация, хотя там, в принципе, ничего такого не было, то я ее тоже скачать могу вам. И все, кто зарегистрировался, он в ближайшее время, там, пару дней получит видеозапись полную. Вам спасибо большое за вопросы, за какие-то замечания. Я надеюсь, что просто больше людей начнет, как бы, не бояться использовать и собирать данные, и визуализировать их. То, что это действительно очень важно, показывать то, что вы делаете, а, как бы, ну, визуализация информации – это один из способов. И не забывать о том, что именно с визуализацией информации вы даете возможность человеку сделать правильный выбор и сделать определенный вывод. Я думаю, что на этом тогда мы закончим. Вот, еще раз всем большое спасибо. Спасибо за просмотр!